итак всем лавас я вернулась и вернулась на кухню это немножко была пропавшая знаете мне такой тут очень активный период осенью был я тут очень много путешествовала как бы немножко меньше на кухне было были планы большие вообще кухню поменять но остались на этой кухне кажется как у разбитого коры то остались у меня тут были я тут типа англии много путешествовал два раза в корма ли было в люксембурге было в италии было в литву летала мне еще пал поезда таких честно этот год ну а потом новый год и как говорится все станет на свои места немножко успокоимся притихнет и тогда я как бы положу все силы на youtube канал тоже меня как-то такой прорыв пошел на канале конечно для больших блогеров это ничего для меня с 200 до 400 как и подписчиков там что-то завирусилась что-то пошло или там с меня какие-то баны сняли ну короче мой канал пошел вперед я многих спрашивала что лучше там кушать делать или путешествовать они говорят одни кушать конечно возвращаетесь на кухню другие можете ехать но кушать тоже делайте потому что это наша жизнь ездила в литву ездила к врачам в англии медицины нету а слова вообще если к врачам и оказалось реально есть проблемы со здоровьем преддиабетное состояние кассу метами сахар зашкаливает и холестерин побил все рекорды и уриновая кислота большая и и витамина d там критически не хватает короче но пока это все надо пытаться управлять диабета еще нет но надо пытаться управлять все дети вес скинуть холестерин немножко уменьшить но витамин d но само собой надо пить я его не знаю почему его нету надо дальше обследование делать после 3 поэтому я начала смотреть как бы на кулинарию стоит точки зрения что ну надо же холестерин как-то убивать как-то сахар уменьшать и начала искать нет говорит вам нельзя того кушать того-то вот там короче список такой я начал искать что мне можно кушать я для себя начал открывать много новых продуктов которых ну как бы я видел что они есть но я их никогда не брала не кушала ничего ну вот сегодня у нас допустим будет корневой сельдерей его никогда не брала мне казалось ну что это там его просто на терке с майонезом что ли кушать или еще что-то а мы сегодня а мы сегодня сварим с вами суп из корнеплода из корневого сельдерея с овсянкой из к на курином бульоне это основные продукты у нас значит сельдерея овсянка сладкий перец лук-порей морковка куриная ножка чеснок лавровый лист перес остальные все приправы там тимьян масло соль перес там все остальное по ходу будем добавлять присыпаем к супу первым делом что мы делаем с куриных ножек снимаем шкурку пока с куриные ножки снимаем шкуру говорят это источник холестерина кипятим воду примерно литр воды вот и все итак вода закипает кладем куриное бедрышко даем закипеть уменьшаем огонь ну и варим минут 20 на маленьком огне ну а мы приступаем к овощам сельдерей надо примерно граммов двести пятьдесят триста я взвесил его он 700 грамм наш нам половину надо он неплохо хранится ну конечно там не месяцами ничего на неделю он хорошо сохранится обтянутые пищевой пленкой очищенный сельдерей и морковку натираем на крупной терке натертый сельдерей и морковь откладываем сторону сейчас пока через 20 минут куриным ножкам добавляем чайную ложку соли лавровый лист и душистый перец варим еще 20 минут лук порей тщательно моем особенно вот здесь зеленую часть там очень много земли бывает между листьями поэтому многие вы не любят потому что земля между зубами скрипит нарезаем кольцами нарезали перец примерно 100 грамм я взвесил его 140 грамм когда все лишнее вот это вот выкинем он и будет 100 граммов у нас нарезаем кубиками вот порезали перец сейчас начнем собирать суп беру сразу сотейник кастрюлю что толстым дом потому что сразу не буду и зажаривать или суп готовить и так для начала две столовые ложки растительного масла масло согрелось кладем лук порей какой аромат пошел и красный перец жарим пару минут помешиваем время кремени тем временем пока у нас овощи жарятся вот пару минут выключаем бульон и выбираем готовую куриную ножку через две минуты к парею и перцу добавляем сливочное масло и выкладываем сельдерей с морковью размешиваем тошно через две минуты после жарки еще раз размешиваю и вот сейчас добавляю овсяные хлопья у меня овсянка долгого приготовления и через сито выливаю куриный бульон где у нас варилась курица если у вас как говорится воды мало можете добавить еще горячей воды но сейчас не надо уменьшаем огонь на минимально и оставляем тушиться тем временем пока у нас суп тушится буквально минут 7-10 я от куриные ножки отделю мясо и измельчу его немножко возвращаем мясо в суп размешиваем даем закипеть добавляем пряности с нока черный перец только что свежемолотый соль и тимьян суп получился такой не то что густой но он такой получился понимаете не жидкий а такой ну но не пустой он так но суп не густой не каша он такой вот нормально вот видите вот он перебирается нравится все выключаем снимаем с огня даем настояться минут 10 и пробуем как настоялась вообще-то погустел я посыплю укропом и петрушечкой заправлю обезжиренной сметанкой и с черным хлебушком ну все давайте пробовать первый раз пробую суп из корневого сельдерея знаете никогда я уже говорил что никогда сельдерей сам эти стебли зеленые я как бы в салат их самих могу покушать говорят же не полезно у них там минус калорий даже есть а вот этот корневой ну как всегда видела что не если я никогда его не кушала знаете очень интересно нет никакого специфического вкуса ничего сама овсянка на к разварилась она уже имеет такую знаете но не густоту не не клейковина вот такой вот очень вкусно найти курятинка такая все прелесть диета диета и так очень вкусно я вернулась я буду делать кушать я покажу куда я ездила вместе с вами будем искать блюда в интернете которые можно кушать чтобы снизить холестерин снизить уровень сахара поднять настроение новыми будем искать жизнь продолжается смотрите мой канал учитесь на моих ошибках всем пока пока